В нашем городе жил и работал замечательный человек Игорь Павлович Фархудинов. 16 апреля ему исполнилось бы 69 лет, но жизнь Игоря Павловича трагически оборвалась 20 августа 2003 года, когда на Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого находилась группа руководящих сотрудников администрации Сахалинской области во главе с губернатором. Ущественный совет для администрации Невельского городского округа при поддержке мэра Алексея Васильевича Шабельника выступил с инициативой создания мемориальной зоны памяти Игоря Павловича Фархудинова в Невельском историко-краеведческом музее. 16 апреля в зале «Современный Невельск» историко-краеведческого музея состоялось торжественное мероприятие. Глава района вместе с Валентиной Ивановной, женой Игоря Фархудинова, под аплодисменты открыли бюст Игоря Павловича, который стал центром мемориальной экспозиции. На открытии экспозиции собрались представители администрации, совета ветеранов, бывшие коллеги, активные граждане и те, кто лично знал Игоря Фархудинова. Приехали сын и жена Игоря Павловича. В этот день звучали не только теплые слова о Игоре Павловиче Фархудинове. Многие делились своими воспоминаниями о том, как проходили трудовые будни, как градоначальник заботился о комфорте жителей Невельского района. Имя Игоря Павловича было всегда на устах. Всегда знали, что он всегда на передовой, то есть ногами в сапогах придет, посмотрит и примет верное решение. Сегодня, в день его рождения, мы открыли экспозицию, которая будет навеки в этом самом музее. Любой из нас, из Невельчана, может прийти, конечно, посмотреть, подумать о том, что с нами работал такой замечательный человек. Отмечая, что почти все работы по строительству дорог, по озеленению и облагораживанию города он контролировал лично. Это был действительно очень хороший, добрый, но справедливый человек. Ругать он нас, конечно, ругал, мы не идеальные работники, но в то же время он имел подход ко всем работникам, и мы благодарны ему за то, что он был с нами. За то, что он нас научил не только работать, но и отдыхать. Действительно, это был очень хороший и добрый человек. И правильно Валентин Иванович нас помнил? Он ходил сюда поздно, приходил он сюда рано, бегом по Невельску пробежит, прибежит, всем на аппаратке, раздаст все задания. Было очень интересно с ним работать. И мы с хорошим чувством вспоминаем, с благодарностью о том, что нам повезло с ним работать. Я его помню, он работал директором разреза, тяжелые годы, он был губернатором, тяжелые годы, нужно было уголь поставлять, за него не было, не платили. И мне приходилось утречком ехать в Южный, и он рано приходил на работу, встречать его на ступеньках. Он меня сюда принимал, ну и помогал, помогали все-таки как-то оплачивать нам за уголь, и как-то, чтобы предприятие не погибло. Максим Игоревич, сын Игоря Фархудинова, отметил важность данного мероприятия. Поблагодарил собравшихся за память об отце и его заслугах перед Невельским районом и Сахалинской областью. Мы 5 ноября в Республике Татарстан открыли бюст Игоря Фархудинову на Аллее Героев. Это очень важно и для Татарстана, и вообще для России. Игорь Павлович достойный был человек, светлая ему память. Финалом этого торжественного и эмоционального мероприятия стало вручение семье Игоря Фархудинова книги о Невельске. После чего состоялось общее фотографирование рядом с бюстом Игоря Павловича Фархудинова. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.